всем доброго времени суток друзья мои и так собачка у нас есть елечка покажи никак не могу приручить собачка 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 иди сюда поглажу такая она в общем полгода приручаю кормлю дикая набрать раньше вообще убегала сейчас где-то рядом тасуется и так друзья мои сегодня речь пойдет о мотоблоке патриот урат патриот урал сегодня моего консервируем на зиму аптечку помните пальцы отрезал пилой кладу на место то что два дня уже без аптечки катаемся бросили туда бинтов надо купить новое кто-то говорит контрафакт купили в официальном магазине автолюбитель покупали его не контрафакт так баллончики юлечка заберу пакеты заберу колеса до 3 обувались так и так про машину вчера кто-то написал мне и зрителей уважаемых что дима взял корейца кажется мне вложение будет мама не горюй намучаешься ты с ним рассказываю для особо одаренных для тех кто в танке те кто верит в японское чудо инженерии l200 поддержаны кто не ездил из вас на l200 особенно они пишут едкие комментарии ребят вы сначала на l200 покатайтесь возьмите его 2007 года выпуска до поддержанную l200 и вы поймете что это за автомобиль кто ездил так он понимает о чем я говорю я вам сейчас про расходы расскажу на l200 мне плюс-минус обслуживание за полгода обошлось но я вложил в нее где-то около 150 50 тысячах и 150 тысяч рублей где-то я плюс-минус вложил до продажи да и купив его за 700 тысяч рублей l200 плюс там у меня еще раздатки цепь шабарчала до на полном приводе гудели мосты еще непонятно подшипники или там или этими сателлитом она пришла да и и все лампочки блокировок у меня мигали начиная дифференциала заднего моста до физически его включалась еще не факт что не работали меня просто руки не доходили я потом плюнул и думаю ну его нахер данную машину я взял за 690 тысяч вложил я туда сейчас рассказываю сколько радиатор поменяли мы хотя можно было не менять но андрей говорит давай заменим чуть-чуть потел радиатор болезнь у данных саньонгах там давление большое в общем крышка не доделано и со временем начинают потеть заменил радиатор поставил новый купил за 8000 рублей заменили пружины пружины можно было вообще передний стоек не менять потому что когда нам сальник ставили аксель каровцы до которые нам продали эту машину пыльник меняли и мастер сказал говорит пружины подсевшие поменять бы надо когда пружины поменял новое поставил корейские усиленные купил вообще не добавилось ничего так что можно пружины было не менять пружины там обошлись там где-то две штуки около 4000 рублей да считайте и мы купил я пыльники сейчас по 200 рублей но найти на наручник будем делать и чудо юлия еще покупал не помнишь ну и плюс обслуживание там еще там до товарищем куклу кто мне ставил а еще натяжник купил 2 2000 рублей обошелся мне натяжник можно тоже было не менять ездить ездить пока не за шабар чал бы но я просто не умею так ездить и я люблю ко все чутенько и меня обошлась эта машина до вложений вместе с работой но двадцатку если я вложил в нее это вряд ли я катаюсь вот мне сейчас на и хочу я съездить только на к дизелистом диагностику сделать топливной системы ну соответственно свечей накаливания форсунок до диагностику сделать там ну сколько там я за диагностику заплачу плюс-минус для успокоения души все я езжу и я не знаю и кто говорит что там ты вложишься в нее то есть вы и просто l200 не содержали старенькую так мы сейчас что делаем отвлекся от темы сейчас мы до гаража с юлькой сходим я посмотрю посмотрю нам надо взять с собой канистру слить бензин леечку слить бензин потом я силиконову смазку взял побрызгать резина комплектующие и лакокрасочные изделия на зиму и плюс нам надо масленку взять со свечником все покажу погнали пойдем в гараж сходим сначала туда отнесемся эти эти штуки нам не нужны будут смазка и и здесь бросим сейчас до туда дойдем а погоди открою гаражик сразу же все подготовим мечу свечник на найти не помню где у меня свечник у нас еле мы свечник нашли здесь хитрый свечник идет стандартной от пилы не подходят и так нам понадобится канистра для консервации леечка масленка ключик на 10 дальше силиконовая смазка силиконовым и в конце обработаем уже все все лакокрасочное покрытие так чего приступим ну и свечной ключ из набора свечной ключ хитрый длинным немножко теории есть полная консервация бывает когда вы на всю зиму консервируйте эстетичная если будете использовать снова подойдет или покажется на свечник смотри как тут едем какой или мою нашли хитрый от пилы сюда не подходит пока оставим на место и так чего прежде всего начать нужно нам слить бензин будем делать как указано в инструкции по эксплуатации бензин у нас сливается полностью с бака и с карбюратора бензина елечка у нас много полный бак это плохо будем сливать очень долго сливаем бензин сначала с бака потом с закрывать то нам не обязательно нам знаешь как надо сейчас его выставить чтоб он был немножко 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 так смотрим есть у нас сливное отверстие но нам суда неудобно вот канистру подсовывать даже лейку если мы поставим на на ее большую лейку принести помнишь у меня с этим и через нее сливать вот здесь болт его надо будет открутить открыть он кран и все слить с бака также можно слить вот если мы этот шланчик но нам неудобно мы пожалуй сейчас сначала знаешь что сделаем пойду я лейку принесу большую сюда большую лейку и сольем немножко неудобно прежде всего конечно мотоблок должен быть чистый как у дяди дима всегда все за правило возьмите мы технику поработали отмойки от моего поработали он отмыт у нас чисто всегда стоит не перед тем что как обслуживать надо мыть мотоблок используется не часто особенно для огородов не долго помыть а другое дело если вы каждый день на нем ездить это да тогда можно перед эксплуатацией его помыть а в данный момент у нас чистый поставили канистру для слива два болта у нас откручиваем нижний сливной болт 2 еще болт есть не знаю для чего 2 2 думаю не сливной пошел уже бензинчик вставляем канистру если оператор покажет варежки мешают раз и начинаем откручивать сливной болт она у нас слива сниматься весь отстойник снимаем об смотри чистенько все все чистенько и открываем кран тик чтобы не облиться да все и пошел сливаться бензин открываем крышку чтобы лучше было сидим ждем сливаться я думаю будет долго потому что у нас там почти полный бак между прочим надо не нижнюю было откручивать и сливник сливник у нас боковой она вообще и крепит всю поплавковую камеру ладно это мы на место поставим ничего страшного руки мерзнут а канистру юлька было побольше взять какому-нибудь сливаться долго сейчас шприцом жены у меня хотя есть этот насос да я промою шприц немножечко он масле у меня поможем выкачиваться думаю с тобой он тут три дня его качать у нас время нету насос с тобой есть электронный это таким способом выкачиваем ой юлька я тут накосячил немножко петрук облился в бензине это же таки было надеть ну ладно техническая грязь она грязью не считаться ой не падать смотри я там внутри бака стоит фильтр соответственно бак фильтр выше немного уровня и топлива все равно баки немного остается но шприц эту проблему решает друзья мои ли он там сбоку все равно немножечко остается я уже докачал его видим на что все до нуля вам выкачать в любом случае не удастся немножко бензина все равно останется но насос эту проблему решает все бак мы выкачали сейчас закручиваем обратно сейчас или еще сбоку здесь уберу бак сухой фильтр стоит это замечательно бак чистенький опять же все прекрасно все на сухо все вытираем закрываем бак и ставим на место сливной болт в моем случае я целый отстойник скрутил так убираем бензина вот сколько у нас было в баке бытует мнение что надо под завязочку заливать бензину не знаю возможно кто-то и делать я буду как инструкция производителя рекомендует бензин чистый у нас уйдет дальше убираем олеечку и так конечно лучше не выкручивать друзья мои вот так потому что резинка стоит каждый раз будете выкручивать вот этот боковой но опять же если боковой будете выкручивать видите все равно грязь останется здесь же у вас вся грязь уходит ну и посмотрите за ним камеру все оставим и закручиваем все на место где-то у меня ключик был на 10 здесь видите удобненько открутил и все ну не знаю я лучше так конечно чтобы почистить все здесь без фанатизма все крантик можете закрыть первая процедура у нас выполнена в плане слива топлива дальше что мы делаем с выкручиваем свечу свечник здесь хитрый у меня от бензина юлька по отпала наклейка и все раны обнажились он я на куда делась растворилась в бензине покажи свечник свеча если вы использовать не будете надо смазать стенки стенки цилиндра пленкой масло чтоб не ржавела ничего выкручиваем свечу сдергиваем и убираем свечник тут конечно нужно приспособиться на с таким длинным свечником чтоб еще выкрутить закрутить но идет нормально рамка здесь виде гага вообще мотоблок удачный плане как поработал косяков особых да как и не особых какие у них косяки были вот здесь иногда крепление идею со стороны покажи вот здесь есть успокоитель ремня и не вот это успокоитель ремня называется а за ним вот крепление вот она держит кожу иногда ремень по об этот кожух нижний задевает и шум неприятный здесь надо просто его подогнуть и все для себя так выкручиваем свечу смотрим ее состояние свеча здесь серьезная как раньше на советских автомобилях было резьба тут ого не могу рукой даже выкрутить у меня не говорю ни один не подошел свечник смотрим что нам говорит цвет данной свечи что топливная смесь немного идет богатая цвет должен быть песочный здесь у меня же он темный но нагара видим не туда так что чуть-чуть богатит карбюратор хотя сейчас сухая ну да в пределах нормы но она должна быть вообще желтого цвета по идее сухого извините но она без нагара и мотоблок уже отработал часов достаточно так что в пределах допуска может быть чуть-чуть богатит дальше что мы делаем смотрите что было выключено выключать и чтобы у вас он не завелся берем масло обыкновенно моторное масло а номер загустела так сейчас хрен прокачаешь не надо прокачать принцип работы масленки из морения шарик подниматься и на подождать чтобы он опустился масло очередное еще раз видим масло загустело если постоянно делать то об и пошло масло покажи здесь об и все и смотрите что делаем столовую ложку грамм двести два два двадцать миллиграмм 30 миллиграмм заливаем сейчас в цилиндр раз два три дальше что делаем не закручивая свечу ну чтобы легче вам было просто мы сейчас смажем аккуратненько стеночки для легенько идет смазываем стеночки маслом которые мы туда залили можно еще чуть-чуть дернуть кашу маслом не испортишь но без фанатизма дальше что мы делаем выводим поршень верхнюю мертвую точку и так вот он поршень не видела смотри сейчас выводим поршень верхнюю мертвую точку смотрим вот он остановился поршень не оставляем так сейчас у нас клапана закрытый поршень стоит вверху и все дальше что мы делаем закручиваем свечу еле мы поймали это на же еще показать был закручиваем свечу и оставляем так больше мы пускащи не дергаем корис бы здесь длин интересная свечи все для наш свечник не знаете это свечник потерял а в кармане для чего данная процедура проделывается для того чтобы поэтому все знают но дрели кто не знают прописные истины вам расскажу что пленка масляная образуется во время работы она все-таки стираться как пальцами а здесь мы взяли создали искусственную толстую пленку масла что препятствует коррозии на цилиндрах в руку не будете год использовать или два а масло будет держать сразу же закручиваем ставим колпачок весной чтоб сюда не возвращаться дальше кто-то меняет масло оставляет со свежим маслом двигатель сливает масло и заливать свежее на зиму я же так делать не буду у меня масло хорошее не придает значение кто-то говорит остатки то выпадут то есть это чушь полная масло оставляем она свежее при желании можно весной будет заменить соответственно поработать чуть-чуть все поднимется и заменится у меня масло хорошее я менять не буду и последнее что остается сделать кто-то между прочим мотоблоки вывешивает чтоб в колесах давливают стравливать давление и вывешать мотоблоки я же тоже процедуру данную не вижу смысла проводить он у меня будут так и стоять все-таки тут резина у него серьезная дальше мы берем силикон силикон и все лакокрасочные резиновые изделия пробрызгиваем вот смотрите вот здесь например до ставят резинки соответственно чтоб они себя хорошо чувствовали заливаем силиконом все резинки ручки заливаем силиконом также все места где у нас стыки идут можете руль покрыть на чтоб красочкой ничего делалось все проливаем силикончиком но соответственно чистую поверхность полностью все покрываем слоем силикона для чего-то делается думаю и так понятно чтоб не образовывал хотя зимой тут номера на мерзнет все равно конденсат будет но будет он уже защищен особенно колесики колесики постольку поскольку все соединения все места полностью обрабатываем вот иди сюда или покажу он здесь им покажи в этом месте видео здесь мы помыли после работы и поставили уже коррозия видите образуется представьте сколько это будет зимой он будет оттепели осадки здесь будет сюда конденсат и вот если вот такой пленки не будут у вас на вот таких изделиях да у вас постоянно к весне это все ржавчиной покроется где лакокрасочное меньше но все же лучше все это обработать полностью особенно где шланчики топливные топливная аппаратура идет вот здесь резинок колпачки провода и тросики это все лучше обработать все на этом сегодня лайки комментарии мы сейчас вот прибираемся мотоблок откатываем ни в коем случае не заводите не дергать за ручник там уже все выставлено все чутенько маслом все помазано и все фильтр обслужен у нас смысла тоже его нету снимать всем пока удачи увидимся а я его повел елечка в гараж но до весны теперь будет стоять бук так надо всем какую она нормально себя чувствует это мое смысла чистить нету никакого так с газа на косилка чего вам делать у меня там тоже бензина не так много в принципе вот тоже бы надо все слить пилу я оставлю у меня пила одна у меня рабочая баня пила 4 180 260 тоже силикончиком сбрызнем я наверно его подвал уберу зимой он в подвале чтоб резинки не рассохлись также у нас есть лесопед покажи юлечка нормально стоит колеса вывесились у нас тогда на колесах стояли и резина треснула загад это вывесили крышки поменять можно поблески вот все чутенько как обычно все пойдем инструмент убирать все на этом пока пока